Здесь написано «взор» в момент, когда Творец любит человека. Но известно, что Творец добрый в абсолютном смысле. Он добрый и творящий добро всегда. Как понять это? Написано «Тора» написано на языке людей. Что значит «на языке людей»? Есть такие, которые занимаются только простым смыслом. Они говорят, то, что написано в прямом смысле, это смысл. Так написано «Тора». Она говорит нам, как история, как притча. И мы так должны принять, кто это мы относительно Творца. Написано «Тора» на языке людей. Имеется в виду, что действия, мысли, намерения, планы Творца, они объясняются нам в соответствии с духовным нашим уровнем, с нашим внутренним состоянием. Я вот так истолковываю, что Творец иногда любит, иногда нет, иногда хорошо мне, иногда плохо мне. Если мне плохо, я не могу о нем думать, что он добрый. Я могу сказать, мне плохо, но я его люблю. Но это на самом деле ложь. Это ложь. Вот так снаружи я говорю. Люди вот так на улицах думают. Тот, кто много страдает, если он все время молится, весь день, и вопреки тому, что у него есть страдания, то он праведник. Это не называется праведник. Если он чувствует страдания, конкретно, если он чувствует страдания, он не может быть праведник. Праведник тот, кто себя ощущает, ему хорошо. Все. Нет такого, чтобы чувствовал себя плохо и оправдывал Творца в этом зле. Потому что ощущение, оно, оно и является свидетельством чего-либо. Сейчас мне добавили желание получать, чтобы я поднялся на следующий уровень. В нем я начинаю ощущать, нет, Творец, он не прав. Творец – грешник. И я при этом называюсь грешником, если я обвиняю его. Почему? Потому что у меня есть неисправленное желание получать. В неисправленном желании получать я чувствую темноту, неприятность. Внутри моего неисправленного желания получать я не оправдываю его. И пока я не поднимусь и не исправлю свое желание получать, в этом же эгоизме, которое исправлено, я буду называться праведник. В этом же состоянии. Через миг после этого поднимется во мне новое желание, большее, чтобы я продвинулся. Я снова буду грешник. И потому мы должны прийти к состоянию, что мы ощущаем, буквально ощущаем внутри, что получаем абсолютное благо. Как же получить? Только Кли определяет правильно. Только Кли определяет праведник или грешник.